Всех приветствую, предлагая очередную схему подключения датчика движения типа EEC DD009, двухклавишного проходного выключателя и две группы нагрузок. В качестве нагрузок нужно использовать светодиодные лампы с импульсным драйвером, которые способны работать от одной полуволны и не мерцать на камеру мобильного телефона при этом, то есть не каждый светодиод ланты здесь подойдут. Итак, схема обладает следующими достоинствами. Первое достоинство, что схема двухпроводная, подвод нуля здесь не нужно, то есть два провода панорозетники будут подключать двухклавишный проходной выключатель датчик движения без подвода всяких нулей. Первое достоинство, потом схема обладает четырьмя функциями. Первая функция это управляет датчик движения одной лишь нагрузкой HL1. Первая, то есть вторая функция у нас датчик движения управляет обоими нагрузками HL1 плюс HL2. Третья функция, можно включить принудительно в обход датчика движения группу HL1. И четвертая функция можно принудительно включить в обход датчика движения обе группы HL1 и HL2. Вот эти достоинства данной схемы. Схема содержит всего-навсего четыре радиоэлемента. Стоимость их 50-60 рублей на радиолавке. Я считаю, что они очень доступны. Ну и еще двуклавишный проходной выключатель нужен. Итак, короткая схеме. Верхняя группа проходного выключателя, она у нас выбирает какие лампы подсвечивать, то есть группу. Если в левом положении у нас загорается в этом HL1, в правом положении у нас загорается HL1 плюс HL2. Далее, вот эта группа у нас управляет принудительно включением, соответственно, групп. Если в этом положении у нас она горит в зависимости от положения вот этой группы переключателя проходного. Ну, в общем, все понятно, я думаю. Итак, ну давайте приступим. Так, для начала давайте поставим на датчике движения три провода. Черный это будет выход, я подключу его К, у меня красного, к сожалению, нет. Так, вот так вот подключим. Так, вот теперь подключаем КЭН голубой провод, ну голубой голубому. Так, скрутить надо будет. Вот. Ой, упала. Ну ладно. Вот так вот можно подключать датчик движения без всяких подвода нулей, шторбления стен и управлять двумя нагрузками по желанию. Так, далее. И к голубому КЭЛе я подключу, ой, к коричневому, я подключу коричневый КЭЛе, то есть фазному. Подключаем. Так. То есть у нас получается датчик движения имеет три провода вот этот. Так. Ну, это коротковато у меня, к сожалению, черного провода у меня нету длиннее. Ну ладно. В общем, понятно все, да? Видите? Так. Теперь нам надо смонтировать подрозетники-выключатели. Так. Берем и два диода. 1N407. Вот, смотрите. Ну, будем левая клавиша у нас будет управлять переключением групп, а правая, соответственно, будет принудительно включением. Давайте посмотрим. Вот один ставим диод. Давайте посмотрим. Ну, а нодам, соответственно, к выключателям. А нодам, где нет кольца. Вот так вот поставим. Так вот. А второй, соответственно, поставим катодом к выключателю. Вот так вот. Плохо держатся. Так. Ну, в общем, вот так. Главное, чтобы они подключены разными полярностями было. На нод, а на нод катод. Вот. Далее. Теперь нам надо, ну, их объединить еще. Не знаю, сможет ли у меня контакт быть. Сразу скажу, что, может, контакта не будет. Вот так вот. Соединить вместе. Далее нам надо соединить вот эти два центральных. Вот это у нас центральные выводы. Соответственно, переключатели. Так. Откручиваем. Так. Ставим, соответственно, сюда. Так. Неужто еще надо подкрутить? Так. Вставляем. Левый будет у нас выбирать, соответственно, группы. А правый у нас будет принудительно включать свет во вход датчика движения. Так. Теперь нам надо соответственно подключить к выходу датчика движения К. Ну, давайте я сейчас и скручу сразу. Так. И вставляем, соответственно, центральный провод. Так. Плохо держится. Сюда оставляется. Так. Закроется, не закроется, не знаю. Давайте посмотрим. Так. В общем, вроде держится. Теперь нам надо подключить, соответственно, так. Вот эти концы. Берем одинарный клеммник диодов. И подключаем, соответственно, сюда с одной стороны. Так. Вот видим, да. Клемму N с другой стороны. И провод, который у нас уходит на лампочки. В данном случае у меня будет голубой провод на подрозетнике. Вот надо будет их ставить. Так. Раскрутить надо будет. Сначала мягкий провод воткнем. Потом жесткий провод воткнем. Так. Так. Это мы соединили. Так. Далее. Вот видите, схему. Я не буду подрозетник ставить. Это макет. Так. Теперь смотрим. L у нас соединяется с этим. С одним из... С клеммой правой клавиши проходного выключателя. Так. Сейчас я соединю ее. Ну, допустим, я соединю с нижним. Вот так вот. И сюда, соответственно, пихаем повод, который идет фазной. Будет держаться, не будет, не знаю. В общем, вот такая у нас схема. В общем, вот так вот. Так. Ну, я не буду выпихать подрозетник, потому что все это может развалиться. Ну, понятно, в принципе. Так. Это все соединили. Теперь нам надо поставить нагрузку. Так. Для этого берем и конденсатор. Диод. Смотрим. HL2 у нас управляется, соответственно, одним диодом. Так. Соответственно, у нас катод. Катод мы поставим справа. Так. Точнее, слева, ошибаюсь. Анота справа. Так. Это соединили. Также конденсатор. Так. В общем, вот так получаемся. Так, получаем так. Далее. Далее подключаем HL2. Соответственно. Так. HL2 у нас будет, соответственно, все оставшиеся отделки-палки. Так. Вот так вот. Так. И закручиваем. Так. Итак. Это у нас ноль общий. И теперь нам надо еще от HL1 еще проводочек тут вывести. В общем, таким образом. Так. теперь, соответственно, подключаем, так, верхний затяну, а то конденсатор опять отвалится. Так. 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 Теперь нам надо подключить еще. Так. Ставим, соответственно, нашу эту. Так. Это у нас сюда. Так. Откручить надо побольше. Так. 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 Этот валился. в общем, закручиваем, так, не влезло. Все влезло. Так. Теперь осталось подключить нули. Так. голубой. Это у нас общий. Идет сюда. Опять его надо раскрутить. 0, получаем так. Итак, А нуль подключаем. Вот так. Ну все. Теперь осталось шпинговать Наши лампочками Так Для чего эта схема годится? Так, маленькую я возьму HL1 и лампочку У вас, допустим, на горожковой люстре есть И вы хотите, чтобы Иногда включать слабое освещение Один рожок под HL1, остальные под HL2 Ставите Так, время сборки Составил Меньше 14 минут Ну давайте Попробуем Включить наше хозяйство Так, ага Как видите, вспыхнула одна лампочка Значит у нас работает сейчас Так, принудите свет Ага, работает Вот видите, да HL1, то есть у нас в результате Так Датчик движения сейчас у нас активен Как видите Так, ждем пока Не отключится Я услышу сторону Поставлю немножко, чтобы На мои движения он не реагировал Так, все четко Как видите, сейчас у нас активен датчик движения Как видите, он управляет одной лампой Ну, допустим, один рожок вы под HL1, а HL2 остальные рожки определяете Нужен вам яркий свет, чтобы датчик движения включал Тогда включаете, соответственно HL1 плюс HL2 А когда не сильный Одна лампочка Вот, пожалуйста То тогда переключаете, соответственно В режиме HL1 Так Полное люстры и частичное люстры Попросту говоря Так, теперь все Вот видите Это работает Сейчас переключаем Должно быть так Вся ли Как видите, я переключил И у нас загорелись все лампы Сейчас у нас работает датчик движения Так, все отключилось Провожу рукой Загорается, соответственно, все лампы Вся люстра, так называемая Управляемая датчик движения Я думаю, схема в довольно оптимальном варианте Сейчас мы рассмотрим Так, я сейчас Датчик движения сюда в сторону Чтобы на мои движения не работал Режим принудительного включения Давайте сейчас Выключу датчик движения свет Я сейчас нажму Вот в сторону его лучше сделаю Чтоб на мои движения Ну, в общем, короче, понятно все Это Клавиша определяет у нас, соответственно Выбор Полная люстра, либо частичная люстра Так называемая Так, выключилось Датчик движения Правая она включает Принудительный свет Видите? И на датчик движения По барабану Как видите Так Так, теперь Если мы переключим Соответственно, другое положение У нас будет частично люстра загораться То есть одна лампочка Видите? Как видите, сколько функций Можно сделать по двум проводам Используйте стандартные методы Технических решений Все работает Все надежно работает Датчик движения ЕГДД-09 Проходной выключатель Датчик движения Сенсорные Они Перенапряжение Возникающее здесь Они Сгорают часто Поэтому только Механические Двуклавишные Проходные выключатели Только Применять Ну вот видите Сейчас у нас стоит Принудительно Выключили Пожалуйста Если сейчас Я возьму Что датчик движения Видите? Четыре функции Считайте По двум проводам Без подвода нулей И тем более Сюда провод Надо было тянуть Еще к лампочке Дополнительно Тут Разумеется Не надо ничего делать Так Ну давайте Сейчас я На мерцание посмотрим Так я сейчас Достану планшет Так И камеру Наведем Давайте посмотрим Ну принудительно Включим Эта лампа Не мерцает Дальше Эта лампа Не мерцает Не мерцает Вот тут Она мерцает Вот эта вот лампа Мерцает Эта лампа Не подходит Это не мерцает То есть Четыре ламп Подходят Одна не подходит С конденсатом Балластом Здесь лампы Не будут работать Как я говорю Что Они только С определенной схемой Которые я показывал На ютубе Работают Специальные То есть Лампы Сымбусом драйвом Применять И работающие От одной полуволны Способны не мерцать На каме Мобиль телефона В общем Вот так вот Видите Сейчас датчик движения Выключился Ну вот я Выключил Принудительно Свет Пожалуйста Надо будет Это сейчас Надо будет Одну лампочку Один рожок люстры Пожалуйста Горит один рожок люстры В общем Вот такая вот Замечательная схема Которая я считаю Имеет право на жизнь Все четко работает Никаких претензий Не наблюдается Вот вам простая Селективная схема На четырех деталях Которая работает Очень неплохо Главное только Подходящие Светодиодные лампы Найти Можете принудительно Включить свет Видите Частично люстра горит То есть Можно полная люстра Гореть Пожалуйста Будет гореть до тех пор Пока Соответственно Не будет отжата клавиша В общем Вот такая вот Замечательная схема Так В общем Вот такая схема Кто хочет зарисовать Предохранитель здесь ставить В принципе не обязательно В общем Все даже понятно Это у нас так называемый Паучок Соединение Двух Клавиши Проходного выключателя Центральный у них Соединяется Левая клавиша Которая у нас Управляется Ответ выбора То есть полная люстра Либо частичная люстра А правая клавиша У нас Включает Принудить свет В обход датчика движения Вот это все Вот это все Вот это Это один провод Это от моих движений Датчика движения Это один провод То есть провод Который уходит Он туда Вот поэтому По двум проводам Все таки Можно творить Такие чудеса Я считаю Довольно Неплох Так Ну я сейчас Выключу Покажу Поподробнее Так Чтобы ток не шарахнуло Сейчас я Покажу Так Видите Два провода Всего тут Стоит Тут два диода Стоят Два диода Стоят Вот они Вот так Схема Такая Смотрите Вот таким Ракурсом Сейчас приближу Максимум В общем Вот такая Итак Тут два диода Стоят Вот туда Сюда Это крайне Левое Выключатель Левой клавиши Так А и правая Соответственно Вот у нас Провод Который идет У нас Фазной Подходит Соответственно Он уходит на Клемму Л Датчик движения Вторая Второй провод У нас уходит на Лампочку У нас подключен Средние точки Соединения диодов Вот она Вот И соответственно Провод Сэнкл Клема Н Датчик движения Так Ну в общем Все понятно Я тут не стал Подразделник Потому что Слишком тут У меня Габаритное Поэтому Да и отвалиться Может это Разумеется Ну разумеется Что-нибудь придумайте Там Что-то Сварганси Поэтому В общем Вот такая штука Вот видите Один провод И два провода Больше Никаких Проводов Подводящих Нет Вот и все Вот и все Ну в общем У меня все Может кому-то Эта Идея Заинтересует Может быть Я такую схему Показывал Когда-то Но я уже Все не упомню Потому что Больше 300 роликов Я снял Поэтому Не могу ничего Не упомнить Уже сейчас Следующая схема Будет Подключение Этого С таймером То есть Забыли выключить Свет А свет Автоматически Выключит По истечению За одно Времени В общем У меня все Всем всего доброго Ждите В новом видео Удачи Если кто Захочет Сделать Соответственно Подобное решение Всем всего доброго До новых встреч Пока Пока